Хочешь испытать свою удачу? Тогда заходи на сайт ватшоп. Тут можно выиграть голду и премиум танки. Каждый день можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше танков. Заходи и играй на ватшоп.нет Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику «Самые эпичные выстрелы на бабахах». И также хотел бы напомнить вам, что сейчас идет активный набор реплеев на новую рубрику под названием «Самые эпичные тараны». И вы, в общем, мне можете сильно помочь, если пришлете мне репоулей с хорошим тараном, где нанесено много урона. Ну давайте посмотрим, какие же выстрелы присылали игроки. Т-49 сводится на Грилл-15. Ну как сводится, даже до конца он не досвелся, выстрелил и нанес не только 1000 урона противнику, но еще и поджег его. И в итоге Грилл теряет практически все свои хп. Стоит у него всего 60 хпшечек, но уже не желез, можно так сказать. Т-49 замечает, как наглый француз АМХ-50Б подъехал слишком близко к горочке. Т-49 наказывает француза, наносит ему с одной плюхи 1111 урона. Это было просто шедеврально, еще и цифра такая довольно-таки редкая. В общем, повезло. Т-49 убегал от врагов и дает вот такую вот невероятную плюху с вертухи по Т-30. Т-49 в начале боя на ходу стреляет по своему собрату Т-49 и ваншотит его все хп, а собрат очень быстро улетает. Далее снова у нас ЛТ-шка в начале боя делает выстрел по РУ-251 и практически ваншотит неприятеля. КВ-2 в начале боя вот так вот проезжает наглую и решает еще испытать судьбу. Снова выкатывается на этого ОИ, дает по нему плюху. И, как ни странно, это ваншот, товарищи. То есть непонятно, как так получилось, но удалось пробить японца, хотя он вроде как славится своим бронированием. Т-39 занял шикарную позицию и отсюда он стреляет по Ваффентрагер ПЗ-4. И просто нереальный урон с одной плюхи. Фуловый Ваффентрагер ПЗ-4. В общем-то почти погиб тут. Два хп у него всего осталось. ФВ-215Б-183 в начале боя замечает ПТ-шку, объект 704, и с одного выстрела выносит ее. ФВ-215Б снова у нас, в общем-то, ищет, кому же выдать порцию позитива. Ну и внезапно чуть-чуть подставляется СТ-шка, просто нереально залетает ей в борт. На этом игрок решил в этом бою не успокоиться. Он делает еще один шедевральный выстрел на этот раз по грилю и наносит противнику 1800 урона. Ну, то есть уничтожает его с одной плюхи. Далее у нас Т-49. Тоже решает покарать гриля. Ну, эта ПТ-шка хоть и весьма имбовая, но фугасные снаряды для нее противопоказаны. После такого гриль долго не живет, поэтому он не любит засветы. СУ-152 заняла эту позицию в кустах. Долго ждет, в общем-то, засвета. И появляется враг на ТВП. Выстрел и получается нанести 1050 урона противнику, что просто прекрасно. Т-49 подкрался незаметно сзади к М-103 и покарал вражеского тяжа. КВ-2 решает отомстить врагам. В начале боя не дали ему плюху. И замечает он тут собрата и с одной плюхи выносит его совершенно безраздуемо. Снова наша любимая ЛТ-шка, которая, в общем-то, славится своими невероятными плюхами. И на этот раз она стреляет по Т-28 прототип. Хоть эта ПТ-САУ и неплохо бронирована с албам, но вот в борт эта ПТ-САУ пробивается фугасом без особых проблем под прямым углом. Так что, если вы играете на Т-28 прототип, то лучше своих борта не показывать фугасным танкам. Вот ОИ тоже покарал Т-28. Очень большой урон с выстрелом. Это жесть. ОИ-танк, который всю свою сознательную жизнь соревновался с КВ-2, кто же лучше выдает вертухи и наносит больше урона с одного выстрела. Если вы за ОИ, то поставьте плюсик. В комментариях, если вы за КВ-2, поставьте минус. Посмотрим, кого будет больше. Ну и вот он выстрел. Посмотрите, сколько долго игрок сводился. Прям моментально практически выстрелил по АМХ. Это еще замедленная съемка. И попал по врагу, нанес ему очень много урона. Но чтобы было понятно, как он быстро выстрелил. Рекомендую мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Отгадайте, за что КВ-2 любят многие британские танки? Ну, я думаю, гадать долго не пришлось. Конечно же, за то, что они отлично пробиваются. Да еще и горят неплохо. Ну, в принципе, это хорошо, можно зимой согреться. Итак, далее у нас Т-49. В общем-то, замечать наглого ЛТТБ, который сломал двигулон. Ну, вот так вот Т-49 брутально с ним расправляется. Но на этом еще не все. Игрок в этом бою смог произвести еще одну хорошую плюху на свет. Выкатывается он сразу на двух противников, которые не особо внимательные. Подъезжает к британцу и пробивает его в корму. Еще и поджигает. Ну, по-моему, поступок этот был очень даже смелый. Но, как вы можете видеть, третий заход игрока на этот раз достается ПТ-САУ ИСУ-152. Пролетает ей снаряд тоже в корму с пробитием. Вот так вот игрок повеселился в этом бою и вообще по полной тут зажег. Вои в начале боя дает вот такую вот смертоносную плюху французу АМХ-CDC. Это пробитие после такого, я думаю, очень даже подгорел пукан у француза. Т-49 в начале боя подъезжает к кусту. И, о чудо, тут собрат тоже на Т-49. Ну, и наш герой решает его вот так вот красиво поприветствовать. Ну, противник не успел тоже поприветствовать. КВ-2 едет в атаку. И, в общем-то, он думает, по кому же выстрелить с вертуха. Но, на самом деле, он там не сводился. Он просто выбирал, а кого? Ну, вот этого или вот этот. Получит плюху с вертухи на все ХП. Ну, и выбрал в итоге немца. Идем к следующему выстрелу. Тоже он произведен на КВ-2. По вот этому чешскому танку ТВП, который очень даже хорошо пробивается. Снова у нас КВ-2. На этот раз плюха по французу. Французы тоже весьма хрупкие и обидчивые. Т49 дает плюху Шкоде в корму на 950 урона. Вот так вот чешские танки порой тоже страдают. Хоть и галероза реже, чем другие. КВ-2 замечает вдалеке ВК-3002. КВ-2 кажется, отлично потанковал через это окошко. Немец навсегда, наверное, такое запомнит. КВ-2 едет в атаку. И тут внезапно снова этот немец. Ну, и наш герой его приветствует. Это, конечно, совершенно другой бой, но тоже, в общем-то, та же самая история. Т49, в общем-то, приметил тут отличную жертву и пробивает ее с поджогом снова. Мне нравится, кстати, как не только 1000 урона чуть ли не удается выбить, но еще и поджечь, к тому же. Т34, видимо, совсем больной. Он выехал на КВ-2 бортом под прямым углом, конечно же, произошло пробитие. Также игрок в этом бою стреляет по немцу. Тигр-П, тот тоже подставил свой борт под КВ-2. Ну и 1000 урона выбивает наш герой. Итак, на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Желаю вам удачи. Пока!